Радио 54 Для начала расскажу прям свеженькую историю для затравочки. Есть у меня товарищ, он не перекуп, он больше занимается эксплуатацией транспорта, страхованием его. Но он недавно ездил в Москву и хотел именно приобрести хороший автомобиль. Говорит, у вас в Москве можно за недорого. И ему говорят, слушай, ты хорошую эту машину не купишь. Он говорит, в смысле? Это как? Почему? Ну и его маленько посвящают в кухню, объясняют, что хорошую машину люди ждут, перекупы купят для тебя. То есть они сидят в машине, у них уже приготовлены деньги. Как здесь у нас в Новосибирске. Они в телефонах, только в Москве они пошли дальше, там настолько большой поток и, видать, настолько большие деньги, что они уже у программистов заказывают программное обеспечение, так называемые боты, которые за секунды мониторят все сайты объявлений. И какие-то выгодные предложения они прям за секунду вытаскивают. И они уже вот кто был ближе, тот доехал, тот и купил машину. Что это значит для человека, который хочет купить автомобиль? Как ему держать руку на пульсе? Это значит для простого человека, что по низу рынка, то есть задешево, хороший автомобиль, ну вы скорее всего уже не купите. Только при очень странном стечении обстоятельств. Нет, бывает, конечно, всем везет, но скорее всего профессионалы сделают это до вас. То есть если говорить именно за свой филиал, то у нас работа построена так, что человек к нам приходит с проблемой и получает от нас не продукт, а получает от нас ее решение. Или иногда не получает, то есть мы, честно, человек, если ему не к нам, то мы его развернем, дадим какое-то напутствие. Ну а в качестве вот этих пилюлей как ваши выглядят? То есть присадки, да? Это триботические составы, но для удобства мы их иногда называем присадками. То есть это препараты. Кстати, у нас есть тоже клиенты перекупы. Еще с тех времен, когда я начинал 8 лет назад на барахолке на Петухова, то есть меня там ребята помнят, они ко мне приходят в нашу розничную точку. То есть единственное, что их мало, им неудобно, потому что нужно на некоторый промежуток выкатать. А самым прожженным такими надо купить и через... И вечером продать, да, желательно. Вот только что пришло сообщение на эфирный WhatsApp, правильно все говорят, купить нормальную машину очень трудно. Но это вот глаз народа, да, который подтверждает. А вот еще интересно, ну ни для кого же не секрет, что в Сибири, ну, пока еще достаточно силен рынок автомобилей праворуких, японских, которые сделаны были в другой стране. Вообще вот эти автомобили, подход, вернее, к этим автомобилям японским и европейским, с вашей точки зрения, он разнится? Или ваши присадки совершенно никаким образом не подразделяются на вот эти рынки? Нет, никак не делится. Двигатель внутреннего сгорания, он устроен одинаково, вне зависимости от того, европейский это автомобиль или азиатский. Есть свои нюансы в автомобилях. Действительно, японцы начала 2000-х, конца 90-х, они очень надежные. До сих пор еще бегают во всем. До сих пор бегают, это очень надежные автомобили, но, к сожалению, им уже очень много лет, и как-то поддержать их надо. Радио 54 Первое. Областное радио.